Уважаемые десятиклассники, сегодня уже 2 мая 2020 года, мы с вами завершили раздел, поэтому сегодняшнее занятие посвятим подготовке к контрольной работе. Так и записываем, подготовка к контрольной работе. В течение данного учебного года мы с вами прошли темы «Человек и общество», «Духовная культура» и второе полугодие полностью было посвящено разделу «Право». Наша задача сегодня вспоминать эти темы, эти разделы, выполняя соответствующие практические задания. Сегодня мы разберем всю структуру КИМа, с которой вам придется работать. Это типовой вариант. В следующий раз вы будете решать контрольную работу, похожую, разумеется, на ту, что мы разбираем сегодня. Ну что ж, давайте разбираться. Задание номер один. Запишите слово, пропущенное в схеме. Схема следующая. Ведущие виды деятельности. Это самое начало учебного года. Вспоминаем. Ведущими видами деятельности здесь представлены игра, общение, труд. Не хватает только одной. Но мы понимаем, что человек играет для того, чтобы анализировать в будущем и актуализировать себя, может быть даже отождествлять с будущей деятельностью, поэтому это необходимо. Общение тоже, обмен информацией, труд, применение полученных знаний на практике. А вот знания мы получаем посредством учения. Поэтому учение это четвертый ведущий вид деятельности. Именно слово нужно будет написать. Задание номер два. Найдите и обведите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий, представленного ниже ряда. У нас есть следующее понятие. Наблюдение. Эксперимент. Метод познания. Анкетирование. Интервьюирование. Для того, чтобы выделить обобщающее понятие, мы должны знать определение всех понятий и их родовой и видовой признак. Наблюдение. Наблюдение представляет собой ситуацию, когда исследователь пытается следить за ситуацией. Эксперимент. Тоже это работа исследователя по доказыванию определенных гипотез. Метод познания. Это собственно то, чем может пользоваться исследователь, то, что он применяет для того, чтобы достичь своих целей. Анкетирование. Анкетирование. Тоже своего рода ситуация, когда исследователь пытается задавать вопросы, получать на них ответы. Интервьюирование очень похоже на анкетирование. Тоже это предполагают. Но все это укладывается как раз таки в понятие метод познания. Поэтому именно вот это слово-зочетание нужно выписать. Оно является правильным. Задание номер три. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию этническая общность. Это значит, что нам нужно выписать два термина, которые не относятся к этнической общности. Что понимается под общностью? В первую очередь народность, племя, нация, ну и род, конечно же, тоже. А вот каста и государство – это совершенно иные термины. Они сюда не относятся. Потому что этническая общность предполагает, что люди будут проживать на определенной территории, иметь сходные черты, признаки, свой язык общий. В государстве, конечно же, так. Но государства бывают большими. И представители касты не обязательно живут на одной территории. Поэтому они являются лишними. Задание номер четыре. Найдите и обведите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие элитарную культуру. Напоминаю, что видов культуры, которые мы проходили, несколько. Это народная, массовая и элитарная. Вот давайте разберемся по каждому из этих пунктов. Высокая содержательная сложность. Когда содержание сложное, то, соответственно, и понять вот этот продукт культуры может тоже не каждый. Демократизм. Это явление вообще не присуще. Ориентация на узкий круг ценителей. Лишь избранные, так скажем, лишь те, кто действительно понимают, могут оценить культуру. Вот это черта элитарной культуры. Широкая рекламная кампания. Элитарная культура этого не требует. Этого требует массовая культура. В соответствии, изысканным вкусом. Но если узкий круг ценителей, то почему их так мало? Потому что они этим вкусом обладают именно только вот эта группировка. Безграничное самовыражение автора. В элитарной культуре порой коммерческий успех не важен, а важно то, чтобы человека заметили. Сюда нам, как пример, можно использовать творчество авангардистов. Поэтому 1, 3, 5, 6 – это верные черты. Демократизм и широкая рекламная кампания сюда не относятся. Задание номер 5. Установите соответствие между событиями, связанными с ними видами социальной мобильности. То есть, когда происходит изменение социального статуса с помощью социального лифта передвижения. Либо по горизонтали, либо по вертикали. Давайте посмотрим. Учитель школы назначен ее директором. Какой это вид социальной мобильности? Ну, у учителя и у директора совершенно разные должностные обязанности. У директора их намного больше и статус выше. Соответственно, это вертикальная мобильность. Доцент кафедры получил должность профессора. Профессор – это звание намного выше, чем доцент. Поэтому здесь произошло тоже увеличение, возрастание позиций. Вертикальная мобильность. Старший менеджер перешел работать на другое предприятие. Ну, если он тут, старший менеджер, и там тоже работает старшим менеджером, значит ничего не изменилось. Это мобильность горизонтальная. Инженер переехал работать и жить в другой город. Ну, предположим, шил в Омске, переехал в Новосибирск. Получается, что чисто вот географически, если смотреть, и там может быть урбанистически, то смысл не изменился. Он там в городе жил и здесь в городе живет. Поэтому он движется по горизонтали. Соответственно, правильная комбинация ответов – 1-1-2-2. Задание номер 6. Установите соответствие между признаком и отраслью культуры, произведение которой он характеризует. Есть признаки, есть отрасли. Наука и искусство – это отрасли культуры. Теперь мы должны эти признаки раскидать между отраслями. Образность. Для чего же характерны образы? Наука, как правило, оперирует фактами. Для нее образы не характерны. В большей степени это для искусства. Логическая целостность. Наука, она именно на логике и основана, поэтому это к науке относится. Художественный язык. Ну, слово художественный говорит само за себя, мы имеем дело с искусством. Чувственно-эмоциональное отражение мира. Любой художник, будь то певец, хореограф или архитектор, он пытается с помощью эмоций отражать окружающий мир. Поэтому это отрасль искусства. И обоснованность. Все научные достижения, как правило, обоснованы. Поэтому это к науке и относится. Правильная комбинация ответов. Задание номер 7. Работа со статистической информацией. Социологи опросили 23-летних работающих юношей и девушек страны Z. Им задали вопрос. Зачем вы работаете? Какова ваша трудовая мотивация? Полученные результаты в процентах представлены в виде диаграммы. Здесь несколько вариантов. Я работаю для того, чтобы обеспечить материальное благополучие себе и семье. Мне нужна самореализация. Я прилагаю усилия, чтобы подняться по карьерной лестнице. Мне интересно, чем я занимаюсь. Меня привлекает возможность путешествия, общения. И моя работа очень нужна обществу. Шесть позиций. И нам дано пять выводов, из которых мы должны выбрать верные. Найдите и обведите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы. Половина юношей работает для того, чтобы обеспечить материальное благополучие. Смотрим юноши слева, девушки справа. Вот материальное благополучие соответствует столбику с такими косыми линиями. Но мы видим, что по диаграммке у юноши как раз таки 50%. Это вывод верный. Доля девушек, связывающих трудовую мотивацию с потребностью в самореализации и с возможностью путешествий, общения с разными людьми равны. Давайте смотрим. Самореализация у нас полностью черный закрашенный. И общение, и путешествие это такие косые, прерывистые черты, как точечки. Но мы видим, что и там, и там по 10% у девушек. Значит, это вывод верный. Доля тех, кто работает потому, что им интересно то, чем они занимаются, больше среди девушек, чем среди юношей. Интересы, они обозначены таким бледненьким серым цветом. У юношей 10, у девушек 20. Соответственно, этот вывод правильный. Равные доли опрошенных каждой группы прилагает усилия, чтобы подняться по карьерной лестнице. По карьерной лестнице это параллельные вертикальные черты. У юношей 20, у девушек 15. Неравные доли, вывод неверный. Большая доля юношей по сравнению с девушками работает, потому что их работа очень нужна обществу. Очень нужна обществу, это такие вот квадратики, сеточка. И там, и там по 5 процентов. А тут сказано большая доля. Это неверно. Соответственно, первые три вывода являются правильными. Задание номер 8. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям гражданина Российской Федерации? Переходим к разделу права уже. Указание своей национальности. Это право, ни в коем случае не обязанность. Сохранение исторического и культурного наследия. Это да, это одна из конституционных обязанностей. Участие в выборах органов власти. Это не обязанность, это наше политическое право. Уплата налогов, вот это уже обязанность. Соботное распоряжение своими способностями к труду, это наше право. И пользование родным языком, тоже право. Соответственно, обязанности это 3 и 4. Идем дальше. Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права, которые они регулируют. У нас трудовое семейное уголовное право и различные правоотношения, которые нам нужно раскидать. Гражданин был принят на работу в должности механика. Так как дело касается работы, это трудовое право. Суд установил опеку над несовершеннолетним. Так как идет вопрос о том, что несовершеннолетнего нужно устроить в семью, это семейное право. Суд признал, что деяние было совершено в состоянии необходимой обороны. Слово оборона и деяние совершенное, тем более еще и суд, это уголовное право. Гражданину был предоставлен ежегодный отпуск. Отпуск предоставляется на рабочем месте. Значит, это трудовое. Соответственно, 1, 2, 3, 4. Правильная комбинация ответов. Задание номер 10. Установите соответствие между участниками уголовного судопроизводства и стороной, которую они представляют. У нас две стороны защита и обвинение. Итак, кто же такой прокурор? Он представляет обвинение. Адвокат, наоборот, защищает. Следователь обвиняет. Потерпевший тоже пытается обвинить того, кто его обидел. И обвиняемый, он, соответственно, защищается. Значит, 1, 2. 1, 1, 2. Правильная комбинация ответов. Теперь давайте разберем задание по работе с текстом. С текстом тоже необходимо уметь работать. Это базовый уровень. Давайте прочитаем. На темпы роста и созревания оказывают влияние образ жизни формирующегося человека, способы деятельности, игровой, спортивный, учебный, трудовое и общественное поведение, гигиенические условия режима, жизни, питания, сна и бодрствования, тесно связанные со статусом личности, наличие или отсутствие стрессоров, главнейшим из которых являются конфликтные ситуации и так далее. Все эти факторы имеют значение не только сами по себе, как моменты становления личности субъекта, но и как силы, воздействующие на органическое развитие человека в определенные моменты его онтогенеза. В качестве детерминантов этого развития они играют роль стимуляторов, способствующих процессам роста и созревания, или наоборот стрессоров и депрессоров, задерживающих даже извращающих эти процессы, а в ряде случаев катализаторов, ускоряющих действия других факторов, в том числе и физико-химических на эти процессы. Весьма важным направлением влияния жизненного пути человека на его онтогенетическую эволюцию является все возрастающая индивидуализация этой эволюции. Дело в том, что возрастная изменчивость все более посредуется индивидуальной изменчивостью. Значение индивидуально-типических особенностей человека увеличивается в средние и поздние фазы человеческой жизни. Характериологические особенности, специальные способности и уровень общей одаренности влияют на то или иное направление развития жизнедеятельности человека и на его свойства. Жизнеспособность, работа, способность, трудоспособность. Постоянная умственная деятельность, высокая социальная активность, труд и творчество. Факторы, противостоящие инволюционным процессам, регулирующим ход органического развития. Значит, текст довольно сложный. Он взят из раздела человека и общества. Тем не менее, это допустимо. Задание 11. Найдите, почерните любые 4 фактора органического развития человека, выделенные автором. И 12. Как выделенные факторы развития по мнению автора могут влиять на человека? Укажите 3 возможные их роли и, опираясь на знания, объясните смысл, понятие, личность. Ну что ж, давайте попытаемся найти любые 4 фактора органического развития человека. Вообще, автор выделяет очень много факторов. Посмотрите, какие. И образ жизни, и способы деятельности, трудовое общественное поведение, гигиенические условия, наличие отсутствия стрессоров, умственная деятельность, социальная активность, труд и творчество. Любые 4 позиции из вот этих 8, которые, в принципе, автор все выделил, если вы их напишите, это уже будет полностью правильным ответом, который оценивается в 2 балла. То есть, здесь это задание лишь проверяет умение находить нужную информацию и записать ее. Как выделенные факторы развития по мнению автора могут влиять на человека? Укажите 3 возможные их роли, то есть, что автор об этом думает. Им нужно привести понятие личность. Но вообще-то, когда автор говорил о стимуляторах, стрессорах и катализаторах, он это имел в виду. То есть, стимуляторы, они способствуют процессам роста и сотревания. Стрессоры и депрессоры, они задерживают эти процессы. Катализаторы ускоряют. Ну и, чтобы объяснить, что такое личность, нам уже необходимо уметь привлекать наши обществоеческие знания. Ну, один из вариантов, который тут приводится. Индивид, как активный участник в социальных отношениях, обладающий совокупностью социально значимых качеств и ролевым набором, считается личностью. Можно так записать. Можно по-другому, как индивид, освоивший духовные нормы, там, или прошедший социализацию и прочее. Вот, это уже варианты будут правильные. Значит, на этом разбор контрольной работы закончен. Всего она будет состоять из 12 заданий, как вы видите, и с кратким ответом, и с развернутым. Соответственно, что будем делать дома? Дома прочитайте записи в тетради и подготовьтесь к контрольной работе. Контрольная работа пройдет в системе решу ЕГЭ. Мы уже с вами по истории, по астрономии такие решали, и по английскому языку. По обществу знаний тоже сделаем на этом все. Урок окончен. Спасибо за внимание.